всем привет народ с вами алекс фреш и мы продолжаем играть в я хотел взять евро трак симулятор 2 америка трак симулятор вот так вот почему мне а я заглушил понял думаю фары не горят короче мы ползем за грузом купил орегон как вы просили сожалению именно прям полноценное бревна здесь возить на своих прицепах и полуприцепах нельзя как я понял вот и поэтому я взял груз мы сейчас прям за ним и повезем конечно наш маршрут как я понимаю будет идти по побережью поэтому красивых гор мы не увидим как всегда мы конечно же будем нарушать куда же без этого должен же быть кто-то на ютубе кто нарушает правила дорожного движения вот короче сейчас заберем его полуприцеп у нас не длинномер судя по аватарке его в игре офигеть длинный какой думал не остановлюсь я не знаю сколько до него ехать в смысле ни хрена себе за грузом сто пятьдесят восемь километров вы серьезно сейчас охренеть если честно я сначала на карту не смотрел груза типа из этого города если б я знал я бы просто серия уже начал оттуда ну ладно прокатимся порожняком на этом красавчики не впишусь не вписался давай топи я кстати сегодня на нем валил по трассе 170 вы представляете просто 170 хотя что у нас один процент а я же вроде бы нигде не врезался странно у нас ложка ночлеги нифига что-то огромное справа по внешнему виду отличается там какой-то такой поселок интересного двора хотя давно не играл в т.с. но в целом это выглядит как скандинавия в етс и то есть но настолько она выглядит по-другому это дел сишка и настолько отличается от общей карты по-моему это было мега тупо просто мега тупо но если без лесом был это бы еще было бы красиво почему было бы красиво потому что был бы этот как его пункт назначения кстати так это реально у нас сегодня пункт назначения получается так где-то сраное место то что еще здесь дорога справа какая-то в которой ездить типа нельзя нужно fly сюда поставить и прописать чтоб тильда у нас работала было бы сейчас смешно если пище раз врезался туда чем уж дальним рубим не дальние ножны топлива какой-то везет а может это другое о нифига а поворот-то хорош так нам сворачивать направо мне походу вообще уже осталось километров 100 нифига так тарахтит прикольно вау бах надо было логично может я бы за него не зацепился в зеркало не смотрел как я проезжаю поворот но лучше уже так потому что он мог быть больше если я промазал и врезался в него так здесь вообще красиво смотрите деревья все дела блин мне не нравится то что камера здесь не отдаляется вот прям пипец так нормально от грузовика не хочет отдаляться так по дороге у нас короче по главной слушать я дождь то начал лучше лить или сильнее или лучше но вы поняли ладно едем ограничение 55 реально поливает капец как но мы летим 150 у нас некий нет никаких проблем по центру полоса специально для нас он кто-то уже лес катает и по моему счастье закончилось главное сейчас успеть всех обогнать иначе будут плохие последствия блин а думала трактор уже на меня едет а прикиньте было бы здесь встречка сейчас вот так врубился офигеть там пейзаж крутой реально красиво так мой поворот через такое время 40 км и осталось реально быстро проехали о грунтовочка но от логично что далеко за городом это все дело потому что нас как-никак лес а может дочь специально пошел чтобы такой прям грязюку намесить здесь по лесу кататься очень не было будто меня заносит хотя такую хрень чтобы заносила и с таким весом но я сомневаюсь но здесь колея уже накатана по моему проще заехать налево на лучше поеду направо на всякий случай просто не знаю что там за въезды слева но судя по этим серпантином проще было налево поехать просто вдруг окажется что там тупик потом придется обратно ехать а этого я не сильно хочу так а здесь мы то по идее можем наверно как-то срезать вниз просто проскочить да и все или нет а так здесь еще и пеньки торчат отлично вообще шикарно ну а уж ему на бок не завалимся здесь офигеть я думал сейчас срежу блин ну там точно в есть въезд но смотрите нужно было туда ехать и за что зацепился там что-то было по-моему ни за что не цеплялся но за что-то зацепился может какая-то ветка торчала или я не знаю офигеть здесь просто вырубка жесткая идет лютер шишки которые валяются может это от них я думал что проехал мимо токуста да там ни хрена не было вы видели в зеркале слева там ни черта не было на дороге чё с коллизией там ничего не было только смотрел специально в зеркало там черта не было получили урон а реально весом прям да вот снова что там не так ну там нифига нет на дороге вообще ничего нет dlc блин корявая еще хотят за него сколько там сколько за него отдал баксов 7 наверное а нет 6 баксов так беремся за работу может как туда заехать но реально смотрите там блин нормальный выезд был нафига я сюда поперся но с прицепом мы поедем по этой дорожке по которой заехали так будет интересней красивые планы и все дела да давай нажал уже газ десять раз остановиться должен был 50 раз да в смысле я же нормально подъехал нифига нет чтобы завершить процесс сцепки нажмите и но вы видите дача происходит где-то если вроде бы такого нет там нужно нажать на здесь я тоже вроде бы катался он автоматом сам по себе не цеплял ну и было бы весело если был реально по длине и наш полу прицеп так вроде бы ничего нет здесь я по крайней мере не вижу того что нам может помешать на дороге мы сейчас прицепом можем конечно зацепиться не гренады крутишь бесконечные деревья видели да но все равно прикольно круто сделано но я подумал что он реально спилил его здесь как-то нормально проезжаем вроде бы вот прям аж обрыв странно обратную сторону едем нигде не цепляемся может это от скорости было тяну здесь такая дорога что блин туда же легковушки не будет никакого урона вот прицепом конечно зацепиться мы можем это без проблем бах вот часто панулся я видел и сейчас еще раз капец повернул повернул все таки вот здесь тоже можно цепляться потому что куча просто огромная куча пеньков нам еще ехать фиг знает куда кстати вот наша карта как мы будем ехать то есть мы обратно выезжаем на трассу типа факту реально можно вот здесь по побережью поехать но интересно вот что здесь за дороги такие может на какие-то горные интересные но мы будем ехать здесь судя по всему это полноценная трасса то есть без всякого гемора хотелось бы катать вот такой отгруз реально по грунтовкам чтобы где-то по лесам там пусть маршруты будут там 200 км но они будут вот реально вот по таким дорогам по которым я сейчас еду я думаю это было бы правильно и круто и красиво и интересно а так ну блин по шоссе тянуть все это дело но такое удовольствие если честно хотелось бы большего тишина какая с салона а дождь поливает и поливает только что вроде бы заканчивался солнце светило но блин снова поливает мостик так здесь я думаю можно подсрезать ничего за это не будет и по этим дорогам сейчас мы тут выйдем в принципе чуть-чуть нам осталось а ползет тетти жило тяжело ползет 28 градусов на улице а дождь льет что по погоде я бы не сказал что 28 сейчас где-то градусов 20 наверно учитывая поливает уже должно было все здесь остыть нафиг так но сейчас полуприцепом заедем скорее всего 12 на 40 12 на 65 то размеры походу указаны то есть все замерят чтобы разгружать и сразу понимать какое бревно куда чтобы не перемирять а а 12 85 12 87 смотрите а вон тоже для нас 87 также но бревно вообще разница хрен знает насколько больше то бревно блин я хочу нормальную погоду уже потому что это как-то меня не вставляет если бы солнце светило и дождь такой капал было бы интересно сейчас просто по дождю фигачим дочь кстати народ помните этот ами этот american truck симулятор хотел сказать 18 стальных колес от реально разницы 0 тот же самый дождь реально тот же самый отличие ровно 0 так но сейчас на подъем наверно за счет скорости выскочим нормально да у нас же там подъем некоторый был или нет о полоса моя появилась шикарно чем уж дальний врубим кстати сколько время 10 50 м ну блин дальний вообще не нужен и ближний не нужен у нас реально сейчас день вау так шашечки так были бы я думал хочет перестраиваться я чуть не офигел я реально думал сейчас под меня перестроиться ненавижу повороты которые начинаются плавненько потом резко начинают закругляться просто ненавижу их особенно на трассах когда ты рассчитываешь смотришь такой приблизительно поворот такой думаешь а вот так вот проеду и ты начнешь поворачивать об были на скорость оказывается высоко тебе приходится тормозить еще сильнее руль доворачивать будто кто-то поссал до смолой по замазывали трещины на асфальте как-то у нас такая прям горка сзади здесь установлено видимо чтоб когда бревна будут как-то выгружать включение будто и будут просто стаскивать и чтобы ничего не повредила сделана вот такая вот горка выглядит так как на самом деле непонятно так а на горку-то тяжело ползет 89 км в час или у нас лесом 89 максималка а нет 90 уже есть значит сейчас будем топить главное теперь осталось только разогнаться нафигеть вольву втопила да так у нас сохранение было только что ну давай ну ты ж только что так активно разгонялся и теперь начинаешь тупить вот не вижу ненавижу таких засранцев давай но ты уже проехал иди в свой ряд собака и едет все равно может бортануть его гаденыша сейчас его подрежу немножко а он и так испугался уже понятно нифига там кто-то снизу летит кэнворд наваливает о 126 шикарно интересно 150 сегодня будет или нет кстати местность реально интересная такая горная вся красиво но тут надо дороги через эти горы прокладывать грунтовочку тогда будет вообще супер что такое а это приус как то он сверху заужен слишком как для приуса 145 150 точно будет если сейчас подъем не начнется 150 точно выжму 148 давай топи детка 149 давай 150 пожалуйста подъем сейчас походу начнется 150 есть до исчезни вообще не знаю где проходить и если бы это было не капотник я бы пролез но ничего бывает интересно бревна тоже повредил да каким образом непонятно а что будет если не заеду один фиг у нас вес правильный будет вот не интересно да вот согласитесь нахрена делать взвешивание если всегда вес правильный да понятное дело что оно типа есть да на трассах там нужно взвешивать ну блин сделайте такие грузы которые будут с перегрузом и чтобы я начинал искать какой-то маршрут чтобы он был без весов автобус подгорел малеха ну так же или нет это реально было бы ну намного интересней а так мы просто едем ну блин и толку все равно у нас вес правильный так бы по трассе куда-то поехали там раз узнали бы все изучили бы поехали по каким-то там камышам там еще где то было бы реально интересно а так получается фигня полная что это было вы слышали это у меня будто за стеной вода побежала хондочка сивик или что это такое о так по моему сегодня будет второй рекорд 150 кстати что по расстоянию 200 км осталось а было 400 с чем то вроде бы нифига там ночлег красивый я бы не против там поспать ох красавец 143 так по моему нужно съезжать на обочину и по ней всех обгонять потому что та тачка которая спереди меня идет мне кажется я там не пролезу сейчас подрезаю наверное ударю не ударил что ли бах ну есть контакт он так тормознул будто его зацепил хотя вроде бы пока лизе нормально было 151 новый рекорд скорости это просто пункт назначения народ офигеть все такие медленные выглядит так будто у нас маленький подъем но вроде бы нет снаружи вроде бы нет из салона да 155 топи детка топи о спасибо тебе господи хоть чувак на пикапе меня пропустил на дальний врубить может будут пропускать из-за дальнего давай 160 лупанем или нет ты должен мне дать скорость 160 во 157 шикарно потихонечку набираем скорость нашу давай еще немножечко нужно мне ни хрена здесь развязка просто посмотрите на эти размеры 158 давай топи скоро он прямик закончится 159 нет 158 обратно вот уж подъемчик маленький был вот тут спуск нет 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 я впишусь он придет закладывать да скорость потерял офигеть дофига скорости потерял подъем пошел я чувствую его блин а так хорошо шел реально могло быть 160 сейчас просто всю скорость потерял нифига почему они сейчас перестраются до этого никто не хотел перестраются а сейчас хотят странные однако вот по моему мой поворот бах 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 я уже не стал сильнее тормозить потому что просто скорость сильно потеряли бы поэтому я уже осознанно сносил их мне кажется и он еще под нами нет нету так куда нам прямо сколько осталось 75 км мы наверное сейчас снова куда-то заедем на какую-то лесопилку на какую-то базу не здесь нифига здесь аэропорт давайте посмотрим у тебя по карте а здесь две лесопилки ну смотрите мы до города до салем не доехали и поэтому у нас эти две лесопилки сейчас типа по идее будут какие-то недоступны но я так предполагаю мы не сможем наверное с них груз взять потому что город у нас типа ну не числится как открытый так дальний наверное можно вырубить фары вырубить и габариты оставим пусть все светится красиво как гирлянда о нифига у нас даже люк есть и потолок мягонький мягонький потолок о по-моему сейчас будет новый рекорд мы начинаем разгоняться причем активно по ходу мы имеем маленький спуск надеюсь речки не будет главное чтоб дорога не закончилась давай мне нужно 160 мне нужно сейчас будет или 160 или пункт назначения говорю сразу или то или другое и там поворот но хотя бы 150 третий раз зафиксировать шикарно тут уже лес валяется везде а все не будет у нас 160 хотя дальше спуск короче можно было нормально навалить сейчас но нам к сожалению по пути знак сносим нафига там что это там такое будто просто в пыль превратили все эти бревна ньюпорт здравствуйте как то железку даже не почувствовал вообще ее будто не было и нам куда то направо что нам ворота откроют офигеть слушайте это круто это реально круто не парковать все ну денег нам много не дадут потому что мы приехали коряво но в целом нормально продолжить интересно открылись нет но мы не доехали поэтому вряд ли открылись а ньюпорт открылся ну такие пиломатериалы мы можем возить но блин интересно возить именно бревна а бревна здесь вообще нет по заказам ну такое ладно народ я думаю что на этом мы закончим нашу серию надеюсь вам понравилось не забывайте подписываться на мой канал все ссылочки есть в описании под роликом ну а с вами был алекс фреш и всем пока пока ну а с вами был алекс фреш и всем пока пока